Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ольга Еременко. Сегодня у нас тема, посвященная взаимосвязи остеопороза и успокоительных. Гость нашей программы Надежда Валентиновна Соловьёва, врач-психиатр, директор Центра персонализированной медицины. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вы согласились, потому что тема остеопороза молодеет. Желающих употреблять успокоительные, в том числе самостоятельно, очень много. Я заметила, что очень много препаратов при приёме, допустим, передозировка эльтероксина, проблемы с щитовидной железой, то есть гипертиреоз. И вот, как ни странно, употребление антидепрессантов и препаратов успокоительных каким-то образом взаимосвязаны с уменьшением или с нарушением формирования костной ткани. Действительно, есть ли такая взаимосвязь? Ну, напрямую взаимосвязь при приёме антидепрессантов, успокоительных, с нарушениями кальциевого обмена, наверное, это неправильно было бы утверждать, хотя некоторые косвенные изменения могут и там происходить. Здесь в большей степени, наверное, речь идёт о том, что люди, которые имеют психические нарушения, они имеют проблемы с кальцием, и у них изначально есть проблемы с зубами в том числе. И об этом известно практически всем психиатрам всего мира. И даже в Москве у нас был выделен отдельный стоматологический центр для людей с психическими расстройствами. И то, что вы пойдёте в психоневрологические интернаты, в психиатрические больницы, и увидите там беззубых людей, это не только потому, что о них плохо заботятся, и они сами о себе плохо заботятся, не чистят зубы. Но и в том числе от того, что сами психические расстройства, многие, они коморбидны или как-то взаимосвязаны с патологией зубов. Коморбидны – это параллельное заболевание. И часто люди, те, которые заболевают, допустим, тяжёлой формой депрессии, и потом из неё выходят, они выходят, к сожалению, с проблемами стоматологическими. Что происходит с кальцием у таких людей? Каким образом? Он вымывается из костей, он не усваивается, ферменты какие-то меняются. Какая вот взаимосвязь есть эмоциональных вот этих вот перегрузок, депрессий, а переутомление я могу сюда отнести или нет? Да, да. Ну, переутомление – это хронический стресс, который тоже может приводить к психическим расстройствам. И к проблемам с кальцием? К проблемам с кальцием здесь, наверное, нельзя однозначно опять утверждать, так же, как с антидепрессантами. Потому что, когда мы что-то утверждаем, мы опираемся на какие-то масштабные исследования. Есть отдельные исследования, которые говорят о том, что эти проблемы как-то ассоциированы между собой. Но что изучено на сегодняшний день? Изучено, что нарушение кальциевого обмена при многих психических расстройствах присутствует. Эти проблемы, прежде всего, конечно, изучены в рамках кальция внутри головного мозга. И, допустим, есть проблемы психического плана, когда клетка голодает, ей не хватает кальция. И есть наоборот. Интоксикация нервной клетки к кальцием. И в результате и то, и другое приводит к определенным нарушениям в психике. То есть вы сейчас хотите сказать, что если люди самостоятельно будут пить кальция, то они тоже могут привести себя к каким-то эмоциональным, не совсем стабильным состояниям? Да. Я как специалист кальция смотрю практически у всех пациентов. И где-то наблюдаем дефицит кальция у пациентов, а где-то избыток. И самостоятельный прием биологически активных добавок и просто препаратов кальция, если он наложился еще и на изначальные верхние границы нормы, то он может привести в том числе к проблемам. Состояние костной ткани влияет на удаление, на возможность постановки имплантата, на сформирование кости вокруг имплантата. Я знаю, что часть стоматологов, и я в том числе, то есть стараюсь назначить какие-то средства, которые будут способствовать формированию этой костной ткани. Но вот я лично, допустим, кальция не назначаю, потому что знаю о некоторых негативных моментах, к которым самостоятельное его назначение может привести. Должны ли мы всех пациентов отправлять на исследование кальция? И, может быть, самое простое какое-то исследование, которое позволит выявить этот дефицит или переизбыток? Самое, наверное, простое – это просто обычный уровень кальция в рамках общего анализа биохимического крови, связь остеосинтеза. С остеосинтеза, с состоянием психики и с психиатрическими препаратами, она, в принципе, существует. Прямая ведь, если вы возьмете учебники биохимии, вы увидите, насколько на размножение клеток кости, остеоцитов влияют вещества, которые являются медиаторами головного мозга. Тот же норадреналин напрямую влияет на синтез кости. Но при многих психических расстройствах норадреналин может колебаться как в сторону повышения, так и в сторону понижения. И, соответственно, синтез кости тоже будет меняться. Я хочу раскрыть эту тему, потому что у меня очень много молодых пациенток, именно молодых, 30-32-летних, 35-летних. И у них состояние костной ткани похуже, чем у пациенток, которым за 40, 45, 50 и даже иногда 60 лет. И вот самые такие сложные случаи, я всегда собираю анамнез, я пытаюсь узнать, какие препараты принимает человек. Иногда на меня смотрят большими глазами, зачем это нужно стоматологу. Но на самом деле это очень важно. Самостоятельно пьют успокоительные. Вот просто месяцами. Раз, чтобы не являться агрессорами в семье, не раздражать своего мужа или своего мужчину, чтобы не срываться на детях. И делают это фактически как употребление витамина С. Есть товарищи, которые сидят на антидепрессантах годами и не слезают с них. И у них очень сложно получить процесс регенерации вокруг зуба. Ну, то есть восстановление костной ткани, вот в частности после моих парадонтологических или хирургических вмешательств. Скажите, пожалуйста, можно ли самостоятельно пить успокоительные? Как долго? И давайте ещё затронем тему антидепрессантов. Ну, ключевое слово здесь самостоятельно. Когда люди самостоятельно принимают успокоительные антидепрессанты, еще какие-нибудь, возможно, другие препараты, то это не факт, что это приведет к лечению тех проблем, которые у них есть, не факт, что они были назначены в точку правильно. И побочные эффекты этих препаратов тоже невозможно отследить самостоятельно, потому что люди не имеют того массива медицинских знаний, которые имеют доктора. И, наверное, вот те ваши пациенты, которые к вам приходят, принимающие вот эти препараты от каких-то своих личных проблем, вы видите у них проблему с остеосинтезом, и вы хотите добиться более лучшего результата в той сфере, чем вы занимаетесь, то самое правильное – направить их к психиатру для коррекции. Возможно, они интуитивно поняли, что им надо. Возможно, они и правильно назначили себе. Но если у них годами, как вы говорите, они принимают и не помогают, то где-то что-то нужно скорректировать по дозе. Доза имеет огромное значение в психиатрии. Один и тот же препарат может как помочь, так и навредить. Доза в медицине, в принципе, значение имеет. Яд может быть лекарством, да? А от ведроводы можно умереть, да? Ну да. К вашему вопросу, что можно ли самостоятельно принимать, я бы не рекомендовала. Да, есть ряд препаратов, те, которые безрецептурные и продаются в свободном доступе. Их можно принимать самостоятельно. Ну, например, на стойку пустырника или какие-то новопассиитов, базол. Но ограниченное количество времени. Там же есть курс. То есть нельзя годами сидеть на этих препаратах. Если они вам не помогают, то опять-таки надо идти к специалисту, потому что даже эти препараты, они при неправильном длительном приеме могут сдвинуть медиаторную систему. Ведь наш головной мозг с точки зрения биологической части психиатрии это электричество, это ток, который бежит по нервным клеткам и нервной ткани. И там, где этот поток электричества прерывается, информация передается с помощью химических веществ, медиаторов. Их огромное количество у нас в головном мозге, и они легко сдвигаются. То есть их баланс легко нарушается. Он нарушается как при стрессах, так и при проблемах с питанием, проблемах с физической нагрузкой, ну и очень много факторов, наследственных проблем. Я из нашего разговора, от себя, у меня даже созрел такой совет в голове. Если ваш пациент принимает успокоительные антидепрессанты на протяжении длительного времени, если он лечится там много-много, но результатов не наступает, а вам нужно вырастить кость, потому что вы боитесь потерять имплант, порозные кости, это врачам-стоматологам, то вашему пациенту стоит дать рекомендацию обратиться за помощью к специалистам для коррекции. Продолжение следует...